огромный всем привет мы сейчас идем делать макияжик я надеюсь сегодня мне дадут передохнуть потому что не дали чем вчера у меня случилась потасовка против 1 против 4 женщин вот и поэтому короче сейчас у меня это тема номер один я буквально буду эти рассказы вставлять мне кажется к месту и не к месту в общем место вроде как по отзывам хорошие но как мы поняли это и вообще ничего не значит то есть самом лучшем месте вас могут просто выгнать надавать пинков люлей отобрать телефон и так далее посмотрим посмотрим как все пройдет сегодня макияж как обычно я выберу исходя из палитры мастера нет почему я не очень люблю когда это что это отвлекается мне как-нибудь в вниз не буду нет мне просто хотя пасырные шаги как-то по подобных не очень но если вам облажно хорошо я немножко основа нанесла на лицо а у вас есть да чуть-чуть глаза какой-то да из дома пришли до или до 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 максимума сном я боюсь что она поплывет и весь макияж просто мне надо чтобы до вечера продержалась мы сверху положим еще не переживать сейчас нету основу может начать с печи не печи сухость такая будет найти кожу можно положить кремиком сверху ну вот опять же да это положу где вот гарантия что вам все подойдет и все будет как бы такое двоято а может что быть если не подойдет на крем конечно то есть я когда у меня человек первый раз приходит я рекомендую например свой крем принести чтобы не было таких вот каких-то а вы только макияжики делать косметолог и к вам со своим кремом приходит она какую процедуру и тогда не на процедуру вот на макияж на макияже да а если уход за кожей как тогда быть со своим тоже приходишь у вас тоже есть какие-то средства для ухода которые могут которые вы применяете да даже с первый раз клиент пришел девушка а я так странно вы как будто мне интервью руете давайте вот мне не хочу себе снять я не буду вам делать у меня изменить не буду мне не очень приятно восстание расспросы но я не буду спрашивать ладно я чувствую вот это вот я все очень чувствую и я чувствую от вас идет немножко непонятно любопытство но это не любопытство знаете я отличаю очень сильно я как бы давно работаю в этой сфере я отличаю хорошо я не буду спрашивать ну как смысле я записалась ехала к вам все начнем буду но это противозаконно я записалась потому что нет я загляну вот этими другого мастера которого за и что теперь делать но я записалась к вам приехала как что за ну не знаю администратора завить это здрасте я макияж хочу поснимать себя вот так вот как я делаю но девушки не нравится горит не надо снимать он горит я вас не буду обслуживать и все что мне теперь кто не все но обсуждать и допустим когда записывает если вы что-то хотите это надо говорить я не должна согласовывать там что приду с распущенными волосами в джинсах они в платье на каблуках это такой же разряда а кто решает потому что я по закону могу в общественном месте снимать себя сколько хочу не спрашивать разрешение всех присутствующих давайте так если предположим до разрешение косметолога мы это можем сделать я так думаю без разрешения ну позвоните же 100 руководство скажите что пришел клиент которого записали и косметолог отказывается обслуживать потому что я хочу снять макияж косметолог нам сказал что она мне сказала что она отказывается по причине что якобы вот так то есть вы считаете это потому что я и секретики украду спросить у него как-то меня выставили и все всем как бы до свидания у нас тут как бы небольшая проблемка случилась у нас девушка записаны на макияж вот она хотела снимать все как бы этапы ну алена почувствовала себя плохо вот да и вот девушка хочет начать там пообщаться здрасте я записалась на макияж хотела снять лицо свое в процессе макияжа как сделать именно этот макияж мастер говорит не хочет чтоб я снимала потом сказала я говорю ну просто я могу снимать это общественное место себя никого больше другого просто свое лицо и она сказала ну тогда мне плохо все до свидания но курсы это же где профессионал делает они косметолог правильно профессиональная косметика и там здоровые у вас профессионально но ну понятно но но у вас тестеры тестеры такие старенькие ну вот мне просто надо накраситься я что не могу снять как сделать мне фиолетовые смоки что ли и не то есть в салоне у вас они я не могу снять как мне указывают услугу обалденно но я вас поняла хорошо замечательный подход клиентов спасибо до свидания ну в общем два выгода подряд у меня такого давно не было самое интересное что она у косметолога она же визажиста при этом у места очень классные отзывы реально то есть там и все как бы вежливы просто тебя вежливо послали но так в целом реально у визажиста были тестеры обычные очень старенькие затертые там несколько штучек запеченные кругленькие тени либо шри-ма-шири либо пупа что такое в тестерах то есть такая палетка без крышек и мне владелица салона по телефону сказать блин я забрать из двух не несутся ли там очередные эти неадекватные женщины потому что с виду как я поняла миловидность вообще ничего не гарантирует она мне не снимала основу с лица сразу начала наносить консилер вот эта палочка и но то есть без аппликаторов просто из тюбика еще интересного я даже попросила снять сверху нанесу я говорю так это что не столько все потечет ничего не потечет нормально держаться но сейчас отлично и владелица при этом еще по телефону говорит у нас профессиональный визажист она красит девочек которые выступают не надо там на нее гнать типа все на чики-пуки делает и вообще сейчас наснимаете она училась деньги платила это не только администратор но и по телефону именно хозяйка говорила вы тут сопрете ну вот это наша любимая история чем хуже косметика хуже результат тем больше человека секретиком который он боится видать просто и очевидно что косметолога взбесила и загнала логическую вилку то что она просто тупо не хотела видимо время и крем на меня тратить я тогда спросила как живу как косметолог работаете если вы с опасением аллергии не наносите крем ну и она такая опа до свидания короче законы наши не очень работает как вы видите просто ну тут же мастер переобуваться говорит у меня ручка ножка болит кисточка не держится все поэтому ничем не могу помочь и вы счастливы идете домой чем я сейчас и займусь вот я вас целую спасибо что досмотрели до конца но не скучайте пока пока пока